Ребят, всем большой привет! Я рада вас приветствовать на своем канале, как обычно. У меня сейчас произошла такая печаль, я уже отсняла это видео, и я снимала его с петличкой, с микрофончиком. Он у меня есть. Сначала все проверила, все работало, в итоге сейчас смотрю, что звука в видео нет. Поэтому, извините, звук будет, как всегда, как вы любите, отвратительный. Ну, что делать? Не знаю, в чем проблема, в петличке, во мне, в телефоне, но что-то вот не получается у меня. Так, сегодня видео, о чем вообще оно будет. Я так подумала, что вы очень давно уже на меня подписаны, уже там почти полгода вы меня уже смотрите, но вы так мало обо мне знаете, постоянно в прямых эфирах задаете практически одни и те же вопросы, и я решила снять такое видео о себе. Вообще рассказать вам, как я, что я, ответить на ваши самые часто задаваемые вопросы, чтобы вы поближе со мной познакомились, чтобы вам, может быть, было интереснее даже в каком-то плане меня смотреть. Самый часто задаваемый вопрос – это сколько мне и Жене лет? Женя – это мой муж. Итак, мне 23 года недавно исполнилось, моему мужу Жене 25 лет. Надеюсь, на самый популярный вопрос я ответила. Второй по популярности вопрос – это как мы с Женей познакомились. На самом деле, это такая забавная история. Дело было в 2014 году. Я сидела, залипала в ВКонтакте и нашла Женю, лайкнула ему фотку и все. На следующий день мне приходит лайк от него, и он мне написал, по-моему, он, да. Мы с ним начали общаться, у него стоял город Коломна, общались, 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 и потом спустя время выяснилось, что он вообще сейчас на данный момент служит в армии. Я сначала расстроилась, а потом он мне сказал, что он служит в президентском полку, и я обрадовалась, потому что президентский полк – это в Москве, а Коломна всего лишь находится в 100, ну, там, 80-100 километров от Москвы. Это примерно полтора-два часа езды всего. Вот, и мы с ним начали общаться, очень-очень долго общались. Я к нему даже несколько раз приезжала в Москву, мы с ним гуляли, это в основном было зимой. Получается, потом, где-то спустя, наверное, полгода, месяца в семь, он пришел с армии. Мы с ним также продолжили общаться, гулять, и он мне предложил встречаться. Это уже был 2015 год, лето. Мы начали встречаться 5 июля. Получается, что в этом году мы отметили 5 лет с того момента, как мы уже вместе, и поженились мы, получается, в 2018 году, 18 августа. Мы уже были вместе 3 года на тот момент, и в этом году мы отметили 2 года, как мы уже в браке. Следующий вопрос. Часто ли мы ссоримся? На самом деле, я даже не знаю, как правильно на него ответить. Я бы сказала так, что ссоры у нас присутствуют в отношениях, наверное, как у всех людей, но достаточно нечасто. Но иногда бывает так, что мы как поссоримся, так поссоримся. Редко, но метко. Вот так вот правильно, наверное, сказать про наши отношения. Да, про ремонт еще спрашивали, часто ли мы ссорились во время ремонта. Слава богу, что Жене было практически все равно на интерьер, который у нас будет, и он мне практически дал полное право выбора, как все сделать, цвета, мебель, все такое. Ему было важно только, чтобы все было ровно, аккуратно, по технологии и все такое. Он следил за техническими моментами, а я за уже наполнением интерьером. Поэтому на этой почве мы практически вообще не ссорились, на почве ремонта. Следующий вопрос, который тоже достаточно часто задают, это сколько мы хотим детей. Не знаю, почему люди этим интересуются. Ну и вообще я хотела бы, наверное, двух минимум или трех детей, потому что я сама из большой семьи. Я вам чуть позже про это расскажу. Женя говорит, что он хочет одного, максимум двух. Ну там посмотрим, как жизнь сложится. Нам бы хотя бы с одним научиться все это посмотреть, а то, может быть, я вообще передумаю. Ну не знаю, в общем, посмотрим. Так, теперь давайте я вам расскажу про мою семью. Тоже достаточно частый вопрос, потому что я периодически в Инстаграме показываю там своих сестер, еще что-то. В общем, у меня большая семья, мама, папа и нас четверо детей. У меня есть старшая сестра, ее зовут Саша, ей 26 лет. Она, кстати, тоже снимает на YouTube видео. После того, как я начала снимать, она тоже начала снимать. Я, получается, старая по старшинству, мне 23, и младшая сестра Маша, ей 22 года, буквально скоро будет. Также у нас есть один младший братик, его зовут Платон, ему почти 13 лет. Вот такая вот у нас семья, три девочки и один мальчик. Мы, в принципе, привыкли всю жизнь, жили вместе. У нас достаточно дружная семья, мы часто приезжаем к родителям, проводим с ними время. Они для нас как друзья. То есть мы там хотим, например, шашлык пожарить, мы едем к родителям или приглашаем их к себе. Сестры тоже часто приезжают к нам. Сейчас мы еще чаще, наверное, будем всех приглашать, когда у нас уже есть куда людей приглашать вообще. В общем, как-то так. Следующий вопрос тоже, который достаточно часто мне задают, это какое у меня образование. В этом году, в 2020-м летом, я закончила университет наш Коломенский государственный социально-коммунитарный по направлению учитель начальных классов и английского языка. Наверное, непривычный так для всех. Как я вообще выбирала это направление? Скажу вам честно, я когда сдавала ЕГЭ, я сдала его достаточно плохо. Как? Ну, можно так сказать. У меня было по-русскому там 87 баллов, по математике 50 профильный, по обществознанию 55. Вот я обществознание завалила. Я планировала, что сдам больше и поступлю уже куда-то в другое место. И сдавала я также английский, набрала 78 баллов. Английский вообще, в принципе, это мой был любимый предмет в школе. Я очень люблю английский. Правда, сейчас я уже все, наверное, позабывала, все, что знала. Вот. И выбрала я направление начальный класс английский язык. Я хотела поступить просто на Ильяс, но мне не хватило баллов. Опять же, по обществознанию набрала мало. И было недостаточно этого для поступления. В Москву я вообще не прошла. Ну и слава богу, сейчас я думаю, Женя хотел, чтобы я осталась в колонне. Вот, в принципе, так все и получилось. Ну и сейчас, конечно, уже спустя время, я понимаю, что классно, что вышло все так. Потому что в своем родном городе я добилась гораздо большего, чем могла бы добиться, наверное, в Москве. Ну, я не знаю, загадывать трудно, но сейчас я очень довольна, что все сложилось именно таким образом. Вот. В общем, по образованию я учитель начальных классов английского языка. И меня очень часто спрашивают, собираюсь ли я вообще работать по профессии. Я обычно отвечаю так, что целенаправленно в школу работать я не хочу идти. Но если вдруг жизнь меня заставит, какие-то обстоятельства сложатся, придется, то да, я готова тогда пойти в школу. Либо работать репетитором, там, по-английскому, начальная школа. Если, конечно, вообще что-то еще буду помнить на тот момент. Вот. Но целенаправленно. У меня не было такой цели, что я учусь 5 лет. Да, я училась, кстати, 5, но несмотря на это, я бакалавр из-за того, что два направления начальные и английский. В общем, у меня было очень много практик за это время, по-моему, 5 или 6 в школах. И я поняла, что нет, это все-таки, наверное, не мое, это нужно быть очень стрессоустойчивым человеком, не впечатлительным, не эмоциональным. А я, наоборот, такой человек, я очень эмоциональная. Ну, как вы, наверное, уже поняли. Вот. И, конечно, учителем для меня будет работать тяжело, но если вдруг придется, то да, пойду. Следующий вопрос — это кем я работаю? На самом деле, работать я еще начала с 12 лет. Я, если найду, то обязательно вставлю вам фотографии. Я помню, в 12 лет мама позвонила какой-то своей знакомой и пристроила меня в агентство праздников. То есть, представляете, мне 12 лет, я сама еще ребенок, и я вела праздники у таких же детей. Ну, не таких же, конечно, у маленьких детей. Там 5-6 лет. Проводила праздники, была аниматором. После этого, по-моему, лет 15 или 16, 16, наверное, я пошла работать официантом. То есть, я все это время с 12 до 16 работала аниматором, потом пошла работать официантом. Работала тоже год или полтора, и потом ушла только из-за того, что мне нужно было готовиться к ЕГЭ. То есть, у меня не было времени работать официантом, но я тоже достаточно так хорошо работала, зарабатывала даже какие-то деньги. У меня всегда были личные деньги, которые я могла потратить, куда я хочу. И после этого я снова работала аниматором, когда уже была повзрослее. Тоже, может быть, фотографии какие-то не найду свои. Тоже подрабатывала аниматором. И в 17 лет, когда я поступила на первый курс, когда мы там только начинали встречаться с Женей, мне было скучно в университете, и я пошла на курсы мастера маникюра. Сейчас вам поподробнее расскажу, как это было. Получается, что я участвовала в конкурсе на обучающий курс, и можно было выбрать любое направление. Кстати, я выиграла в конкурсе скидку 30% на любой курс. Я выбрала маникюр, сама не знаю почему, хотя там было много направлений. Массаж, прически, макияж, ресницы, в общем, что только не было. Но почему-то вот я выбрала маникюр. Отучилась на курсах и начала работать. В маленьком кабинетике работала, работала. Сначала вообще работала только в минус. Я помню, вообще ничего не зарабатывала. Покупала какие-то материалы, что-то докупала. У меня постепенно начали появляться клиенты мои. На самом деле, про маникюр это очень-очень долгая история. Тоже, как это все, какой путь у меня был. Вот. В общем, появлялись у меня клиенты. Я уже начала не просто работать там в минус или в ноль. Я уже начала даже зарабатывать. Работала три года. И, нет, наверное, два года отработала. У меня уже был огромный, огромная клиентская база. Меня многие достаточно знали в Коломне. То есть, по фамилии, например, как мастера. И многие ко мне ходили. На тот момент было очень мало мастеров. Не то, что сейчас на каждом шагу. Эти мастера и всего, что только можно. И ресницы, бровей. Раньше было не так. Раньше было намного проще. И, получается, потом, через время, я предложила своей старшей сестре. Она... У них что-то закрылась фирма, где она работала. И я ей сказала, иди работай тоже в сферу красоты. Она отучилась на шугаринг. И потом я предложила, давай мы вместе будем работать. Будет у нас своя студия. Получается, мы взяли в аренду помещение. Сделали там ремонт. Я помню, на тот момент у сестра работала мало, поэтому ремонт я делала за свой счет. Все там придумывала. Мне так нравился этот интерьер. Он до сих пор у нас там есть такие серо-белые тона. То, что сейчас даже актуально и модно. Может быть, фотографии тоже вставлю вам. Вот. Она, получается, отучилась. Мы сделали ремонт и начали работать вдвоем. У нас такая была мини-студия. Она делала депиляцию. Я делала маникюр. И потом, со временем, начали появляться мастера у меня, различные помощницы. Там уже соединялась за это время, на самом деле, достаточно много мастеров. Это отдельная тема. Очень долго ее можно усолить, рассказывать. Но в этом видео более-менее кратко сжато расскажу. Вот. У меня были мастера. Там потом мы наймили еще бровиста. И спустя время еще младшую сестру привлекли тоже к работе. Мы говорим ей, давай мы чистим на прически, на макияж, на брови. И вот она отключилась. И мы уже работали втроем. Поэтому сейчас вот можно сказать, что мы втроем как бы держим студию. Но я себя почему-то считаю руководителем. Потому что я еще, ну, чаще всего занимаюсь там и какими-то креативными идеями, и интерьером, какие-то закупки. Все это в основном висит на мне. Хотя сейчас уже у нас работает администратор, уборщица отдельно. То есть раньше все это делала я, сейчас уже постепенно у нас появляются другие люди. Я делегирую свои обязанности, потому что я не успеваю все делать сама. И у нас появляются новые работники. Вот. И, в общем, в итоге сейчас мы вот втроем держим студию. И у нас еще помимо нас работают другие девчонки. И вообще мне писали очень много вопросов. Какая я была в детстве, чем я увлекалась рассказать про то, как я взрослела. Давайте расскажу. В детстве, я помню, родители мне всегда рассказывают, что я была самая капризная из всех нас троих девчонок. Постоянно плакала, что-то ломала, портила. В общем, была самая непутевая, наверное, так сказать. И, получается, потом взрослела. Помню, что в 7 лет меня отдали в школу. И параллельно в музыкальную школу я начала ходить. Потом в 5 классе я перешла вообще в другую школу. То есть, получается, у меня был переход из одной в другой. Тоже достаточно такой был трудный период. Но сейчас я очень рада, что все-таки я пошла в другую школу. И потом, как я уже вам рассказала, я начала работать. Работала, работала, работала с 12 лет. Ну, в 12, конечно, нет, что там, зарабатываешь 300 рублей максимум в день. Но все равно тоже это было приятно. Ходила я в музыкальную школу в 8 лет, получается. Закончила я ее в 8 классе только. Это вообще ужас был. Ужасный период. Первые 6 лет я ненавидела музыкалку. В 7 классе мне понравилась она. И я решила остаться на 8 дополнительной. Что у меня в голове было, я не знаю. Но сейчас я вообще уже не притрагиваюсь к инструменту. Уже ничего не помню. Хотя иногда у меня бывает желание что-то там сесть поиграть. Особенно в TikTok ты залипаешь, там играет кто-нибудь. Думаешь, блин, я же тоже умею. Ну, ничего не умею, на самом деле. Так, ну и последний, наверное, вопрос. Это чем я вообще увлекаюсь по жизни. Вначале я увлекалась, можно сказать, маникюром. Пока это не переросло именно в работу. У меня как-то все увлечения переросают больше в работу. Вот сейчас я нашла себя в YouTube. Хотя я никогда не могла подумать, что вообще мне будет интересно это. Что я выложу видео в YouTube. Что я буду что-то про себя рассказывать. Это было для меня так странно. Но сейчас, да, вот я понимаю, что вот так сложилась моя жизнь. Что я стала блогером. Так, конечно, себя, наверное, пока еще рано называть. У меня достаточно такая маленькая аудитория. Но тем не менее, сижу уже вам все это рассказываю. И вообще, в принципе, про YouTube мне тоже очень много чего можно рассказать. Как я вообще решила снимать, что, почему и как, заработок, реклама и все такое. Если будет интересно, может быть, сниму отдельное видео про это. Потому что это тоже очень большая тема, которую очень долго можно рассказывать. Поэтому в этом видео я не буду особо много в это вдаваться. В общем, моя жизнь очень круто перевернулась с момента, как я начала снимать на YouTube видео. Сейчас я уже даже стала себе составлять график. Я себе пишу вперед видео, которое хотелось бы снять. Идеи записываю. То есть, такого изначально не было. Вы помните, я начинала снимать паралемонт. Снимала-снимала. У меня как-то не выходили все видео по факту того, что мы сделали. Сейчас уже нет. Сейчас уже я составляю себе список. YouTube платит мне зарплату раз в месяц. Поэтому это тоже уже, знаете, в такую работу перерастает. И я даже, если честно, не знаю, буду ли я возвращаться к работе мастера маникюра. Я уже давно, на самом деле, мечтала о том, чтобы перейти просто в должность руководителя студии. Что у меня уже со временем начались большие проблемы. Уже и спина, и шея. Все это мастера знают. Это наши самые главные больные вопросы. И глаза. У меня уже зрение минус 2. Хотя было идеально, когда я только начинала работать. То есть за 5 лет у меня упало зрение до минус 2 тоже. И я вот мечтала давно перейти на должность управляющего. Но все равно, как бы, основной доход всегда был от меня самой. Мне было сложно решиться на этот шаг. Но так сложилась моя жизнь, что я забеременела. Я попала, ну, не в полицию попала, я попала в дневной стационар. Врач мне рекомендовала исключить работу мастером. Она, конечно, не может на этом настоять. Но сейчас у меня, видите, появилась такая возможность. У меня появился другой заработок. Пусть он не такой большой, но он есть. Да, и мне хочется в этой сфере развиваться. Поэтому, может быть, все тоже так хорошо сложилось. То, что вот именно такой момент настал. И YouTube появился. И мастером работать я перестала. И вот это вот все из-за беременности. В общем, не знаю, пока сложно судить. Через время уже будет все это понятно. В общем, о чем я говорила. Что сейчас, да, YouTube тоже стал для меня работой. Я хочу снимать интересные видео. Мне сейчас это очень интересно. К вопросу о том, чем я увлекаюсь. Мне, в принципе, всегда нравилось снимать, болтать, монтаж. Вы даже можете мое видео там четырехлетней давности посмотреть. Я что-то выкладывала на YouTube, связанное с маникюром. Конечно, сейчас там уж такие видео смешные. Я их пересматриваю. Все так изменилось за это время. Вот. Ну, сейчас меня это дело увлекло. Да, мне очень нравится. Плюс это приятно, когда тебе это дело еще приносит доход. Вот. Помимо этого, сейчас я стала увлекаться готовкой. Я бы не сказала, что я всю жизнь любила готовить. Мне вообще, в принципе, не нравилось готовить на кухне, в съемной квартире. Я не любила этот процесс. И я очень много работала. Я прям реально трудилась с утра до вечера. Было время, когда я даже могла работать до 11 вечера. В общем, я раньше очень-очень много работала. Постепенно, когда стала ухудшаться здоровье, я стала брать меньше клиентов. Меньше, 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 меньше. И вот сейчас, как вы понимаете, я совсем перестала работать. Но я начала увлекаться именно такими домашними делами. Мне очень понравилась готовка. Я вообще очень рада, что я все-таки купила себе духовку, посудомойку. Духовка – это вообще просто шикарное изобретение человечества. Мне очень нравится готовить. Я это поняла только сейчас. Вот. И раньше я этим вообще не увлекалась. И мне сейчас нравятся все эти домашние дела, об устройствах. Еще мне очень нравится интерьер. Я люблю рассматривать картинки. У меня сразу, знаете, когда я прихожу в какое-то помещение, в котором старый ремонт или что-то такое, я всегда представляю, как же можно было бы здесь сделать круто. Ремонт, интерьер. Вот почему-то у меня так, знаете, на это глаз. И я думаю, может быть, когда-то свяжу свою жизнь с этим. Ну, сложно пока загадывать. Я вообще училась не на это. Но мне кажется, что чуть-чуть у меня что-то такое есть. Возможно, дальше моя жизнь когда-то будет связана с этим. Я не знаю. Пока не могу загадывать. Но это у меня тоже увлекает. Я люблю всякие передачи про переделки. И на YouTube очень много смотрю. Это не только связано вот с тем, что мы купили квартиру и ремонт делали. Нет. Меня и до этого это всегда интересовало. Я даже училась на каких-то там курсах бесплатных, как делать 3D-интерьер. Но что-то это все не пошло. У меня ничего не получилось. И все. И на этом я забила. В общем, я стала такая домашняя Вика. Раньше была работящая. Сейчас стала такая домашняя. Не знаю, как будет складываться жизнь дальше. Но время покажет. В общем, все. Я разболталась очень много. Хотела вкратце вам рассказать. В итоге получилось, наверное, минут на 20. Это ужас какой-то. Ладно, в общем, как обычно, ребята, благодарю вас за просмотр. За то, что вы комментируете мои видео. За то, что вы ставите лайк. Мне это всегда очень приятно. И приятно читать ваши комментарии. Особенно, если они хорошие. Если какая-то адекватная критика, тоже всегда рада. Но, пожалуйста, без оскорблений. Спасибо вам большое. И до скорых встреч.